Что поменялось после поправок к иммиграционному закону? В среду, 5 апреля, Сэм утвердил поправки к иммиграционному закону по гражданам РФ. Это вынужденный шаг властей, предпринятый под давлением общества, в том числе и непрерывных усилий партии Русский Союз Латвии. Что изменилось и как действовать гражданам РФ, проживающим в Латвии? Первое. До конца этого года вид на жительство будет оставаться действительным у тех граждан РФ, которым нужно сдавать язык, если они до 1 сентября запишутся на экзамен по латвийскому языку. Если первая попытка была неуспешна, то будет дана вторая попытка до 30 ноября. О переэкзаменовке также нужно сообщить в УДГМ. С 1 июня открывается новая возможность подать заявление на прохождение языковой проверки. Если до 1 сентября человек не подал необходимые документы для продления вида на жительство, то он теряет свой статус постоянного жителя. Второе. Если гражданин РФ получает российскую пенсию, то этого теперь будет достаточно для подачи документов вне зависимости от размера пенсии. В этом случае дополнительные гарантийные письма от родственников становятся более ненужными. Третий момент. Управлению по делам гражданства и миграции дается 1 год с момента подачи документов на принятие решения о том, предоставлять ли заявителю статус постоянного жителя ЕС. Это означает, что те граждане России, которые подадут документы в срок, будут до окончательного решения иметь текущий статус постоянного жителя и получать, как и прежде, пенсию, социальные пособия, компенсации на медикаменты и т.д. Предложения оппозиции, в том числе и нашей партии, которые предполагали более существенное смягчение условий, не были приняты. Поэтому мы рекомендуем гражданам России не затягивать подачу документов и не пропустить сроки регистрации на экзамен. Мы понимаем всю сложность сложившейся ситуации и продолжим со своей стороны добиваться отмены несправедливого закона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова